МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про удивительную связь между близкими наверняка слышал каждый. Но как её объясняют учёные? Совпадение? Мистика? Да нет, ну а как же это мистика? Не мистика. Особи одного вида на больших расстояниях могут передавать какую-то важную информацию. Биополе одного человека посылает сигнал, а биополе другого улавливает. Как реагирует наш организм на получение такого сигнала? Можно ли заметить эту реакцию? Мы решили провести эксперимент. И для этого здесь, на выставке аппаратуры для спецслужб, нашли уникальный прибор. Он считывает движения этого человека. Любые, даже самые мельчайшие движения этого человека считывает наш прибор. А ведь наша грудная клетка и наше сердце двигаются. Эти движения улавливают наш прибор. Прямо с выставки прибор прибыл на испытание к молодой маме Олесе Богдановой. Она утверждает, что даже на расстоянии чувствует связь со своей двухмесячной дочкой Мирой. Ну, конечно, эта связь, она существует. Это однозначно. Сейчас маленькая Мира заснула в спальне, а её мама на кухне готовит обед. Испытатели направили электронные датчики на младенца и фиксируют каждый вздох. На мониторе видно – девочка дышит спокойно и ровно. Теперь маму просит зайти в спальню к дочке. Малышка не просыпается. Но прибор фиксирует резкие изменения. Когда подошла мама, у него начинала меняться глубина дыхания. И в результате, когда мама удалилась, у ребёнка опять нормализовалось дыхание и пришло в нормальное состояние. Прошёл ещё час, и Мира открывает глазки. Всё это время мама занималась своими делами, но именно сейчас почему-то решила проверить, как там дочка. Очень часто бывает, что я прихожу как раз вот только, когда она просыпается. То есть мама должна быть настроена на ребёнка и быть с ним на одной волне. И тогда это, в принципе, несложно. И так очевидно – биополе посылает сигналы. Близкие люди могут чувствовать их на любом расстоянии. А могут ли это делать люди, незнакомые друг с другом? Исследовать этот вопрос в нашей стране начали сто лет назад. Профессор университета в Симферополе Александр Горвич изучал деление клеток и ровно сто лет назад, в 1912 году, сделал открытие. Любые живые клетки общаются. Они излучают и ловят сигналы друг друга. Именно Горвич придумал для этого явления термин силовое поле или биополе. Это явление до сих пор таит много загадок. Сигналы биополя – не просто информация, а мощное оружие. Представьте ситуацию. Молодому человеку улыбнулась красивая девушка. Эта улыбка – сигнал. Ты симпатичный? Давай знакомиться. Сигнал вызывает реакцию. У юноши расправляются плечи, учащается сердцебиение. Он готов на подвиги. Совсем другое дело – холодный презрительный взгляд. Ты меня не достоин? Уйди. А теперь представьте, если мощность каждого из этих сигналов, симпатии или презрения усилить в тысячу раз. Так ведь и убить можно. Именно такие случаи, когда действие биополя проявляется очень ярко, изучают на биологическом факультете МГУ. Сейчас вы впервые увидите, каким опасным может быть биополя. Профессор Бурлаков раз в год ездит на рыбалку и привозит материал для сенсаций. Вот здесь содержатся самки в юна, с которыми мы работаем. Из этих рыбок получают икру. Когда икринки начинают развиваться, сигналы биополя усиливаются. Так что любые эмбрионы и рыб, и человека в какой-то момент превращаются в опасных соседей. Я всегда говорю, что двум беременным женщинам не рекомендуется находиться вблизи, особенно если они на разных стадиях развития, долгое время. Большинство будущих мамочек и не подозревают. Проводить много времени вместе опасно для еще нерожденных малышей. Эмбрионы на близком расстоянии плохо влияют друг на друга. Такую гипотезу профессор Бурлаков выдвигает на основании своих экспериментов с зародышами. Но с зародышами не человека, а рыбок. Вот посмотрите на экран. Вы видите, это аномальный эмбрион. У него ненормально развитая голова, наличие одного глаза только с одной стороны, с другой стороны глаза нет, деформированная хвостовая область и деформированный головной отдел и искривленное тело. В этой пробирке сплошь дохлые уродцы кверху брюхом, а в соседней – резвые мальки, живые и активные. Трудно поверить, но их не подвергали никакому воздействию. Эмбрионы всего-навсего провели сутки рядом. Закрываем этот контейнер и помещаем его в термостат с определенной температурой. Таким образом мы исключили внешние все воздействия и оставили только реальное взаимодействие биополей двух экспериментальных групп. В изолированный бокс просто помещают две кюветы с икринками разного возраста. Кто-то из них сразу становится энергетическим вампиром. Но кто? Разобраться в этом непросто. На разных стадиях развития то старшие эмбрионы угнетают младших, то наоборот, младшие вытягивают из собратьев жизненную силу. Точно вычислив эти моменты, можно создавать фантастических чудовищ. У нас и двухголовые, и трехголовые, и четырехголовые. И последнее достижение – это шесть голов и два бьющихся сердца в одной кровеносной системе, работающих в разных ритмах. То есть самое главное, что это создается конструкция жизнеспособная. Итак, монстры с шестью головами и двумя сердцами – не фантастика. А результат – воздействие биополя в точно рассчитанный момент развития. Получается, излучение биополя – оружие страшной губительной силы. Биологи не злодеи. Они создают живых уродцев, чтобы научиться спасать детей от ужасных аномалий развития, таких как сиамские близнецы, например. Но что, если биополе возьмут на вооружение совсем другие люди? Могу сказать, что военные очень интересуются этой проблемой. Если они интересуются, а военные интересуются только тем, что, так сказать, представляет цель, ну, ценность для их или защиты, или нападения. Впервые увидеть и измерить биополе помог эффект Кирлиана. В 1939 году талантливый изобретатель Семён Кирлиан в городской больнице Краснодара ремонтировал физиотерапевтический прибор и заметил розовое свечение между электродами – загадочного свойства. Кирлиан сделал несколько снимков и был поражён. Лист дерева и палец человека, помещённый в эту среду, излучал свечение в виде короны. Причём форма этой короны зависела от состояния объекта – физического и эмоционального. Сегодня причины загадочного свечения уже не тайна для учёных. Перед грозой, вокруг проводов, в тёмном вечере, мы увидим это свечение. Это так называемые огни Святого Эльма. Когда вы летним жарким днём подходите к машине и дотрагиваетесь до ручки, вас дёргает электрический разряд. Это та же самая природа. И метод, который мы используем, метод из разрядной визуализации, основан на вот этих вот физических эффектах. Новый метод – лучший способ контроля для будущих олимпийских чемпионов. Вот в Санкт-Петербургском институте физической культуры тестируют новый прибор. Так что же всё-таки представляет собой это загадочное биополе? Из чего оно состоит? Учёные давно разложили все излучения человека на составляющие и теперь могут сказать – биополе – это… Электрическое поле, магнитное поле, значит, излучение тепловое, то есть инфракрасное, излучение, значит, радиоизлучение, радиоволны, вот это вот ауэ, если хотите, световое излучение, ну и, конечно, химия, испарение, микроатмосфера вокруг человека от того, что мы потеем и вокруг нас, каждый из нас по-своему пахнет. Вот это, если хотите, можно и назвать биополем вокруг человека. Но это реальная вещь, это реальные вещи, вот физические поля, которые вполне измеряются и которые, конечно, несут информацию о работе органов. Вот и всё. И всё же у биополя остаётся много неисследованных свойств. Вспомните икринки из нашего эксперимента. Физические поля эмбриона рыбки просто сообщают информацию о работе внутренних органов, но его соседи – другие эмбрионы – от этого погибают или становятся уродцами. При этом рыбки, энергетические вампиры, развиваются быстрее положенного, как будто они подпитываются чужой жизненной силой. У него уже и усики, и два глаза, нормальная форма тела – всё. Учёные пока не нашли исчерпывающих объяснений, почему такое происходит. Но этот феномен, когда одни люди подпитываются энергией от других, известен, пожалуй, каждому. Вот и нашу героиню, Дарью Фекленко, часто эксплуатируют любители пожаловаться на жизнь. А актриса себя потом плохо чувствует. Меньше надо слушать чужие проблемы. Да, да. Потому что люди, которые вампиры, они всегда ищут источник, который будет их сидеть, слушать, как им плохо, а они типа жертвы начинают всё время... Да, да, да. Вот такие вещи надо знать. Конечно, бывают люди, которые просто энергетические вампиры какие-то. Ты после общения с ними устаёшь. И действительно, как будто они высасывают энергию из тебя. У меня много способов, как поднять настроение. У меня есть люди, которые мне стабильно поднимают общение, с которыми мне просто... Например, можно узнать? Например, ну, это некоторые актёры и актрисы. Ну, в общем, это мои друзья. В состоянии энергетического нокаута мы часто чувствуем себя беспомощными и одинокими. И забываем, что рядом всегда есть те, кто готов нам помочь. Я определил, что у нас каждая кошка помогает от одного или другого недуга. То есть если болит голова, то нужно подходить к вот этой вот, к марте, к белой кошечке. Если ты расстроен чем-то или чем-то взволнован, нужно подходить вот к этой вот чёрненькой чернушке. Просто приходишь к ней. Кошка сама всё знает. То есть кошка – прекрасный диагноз. Кошка сама к тебе приходит и забирает вот ту отрицательную энергетику, которая у тебя накопилась за день. И не нужно специально показывать, что, ой, у меня вот голова болит, ты вот давай как-то мне голову полечи. Итак, наше биополе – это несколько видов простых, давно известных науке излучений. Но почему-то вместе, сочетаясь друг с другом, они проявляют необычные свойства, позволяют на расстоянии обмениваться информацией и даже влиять друг на друга, прибавлять жизненные силы или, наоборот, отнимать. Многие из нас научились оберегать и восстанавливать своё биополе, общаться с добрыми друзьями, заводить домашних любимцев и обращаться с искренней молитвой к Всевышнему. Это помогает даже в самую тяжёлую минуту. Но сможем ли мы когда-нибудь до конца опознать законы, по которым живёт наше биополе? Это грозная и загадочная сила. Ответить на этот вопрос сегодня не сможет никто.